79 первоуральцев сегодня празднуют долгожданное новоселье. Ключи от квартир в доме на улице Чусовая получили выпускники дети-сироты. Положенные им по закону квартиры построили по областной программе. В гостях у новоселов побывала наша съемочная группа. Открыть дверь у Анны мостовой получается не сразу. Новый ключ проворачивается туго, да и руки дрожат от волнения. Справиться с ним не помогает даже поддержка подруги. Стоя в центре большой и светлой комнаты, женщина уже не сдерживает эмоций. Сегодня Анна и еще 78 бывших детей-сирот получили ключи от своих собственных однокомнатных квартир в новостройке на улице Чусовой. Теперь решает, где на площади в 35 квадратных метров расставит мебель, как организовать переезд и учиться правильно снимать показания счетчиков. Занятия эти для женщины непривычные. Большую часть жизни она провела в интернате. У меня просто очень хорошее настроение. Я очень рада, что получила квартиру собственную. Меня все устраивает. Семья, работа, у меня ребенок. Работаю. Планы-то хорошие. Пятиэтажный дом на улице Чусовой строители возвели за 8 месяцев. Таких домов в Пербоуральске еще не было. Например, внешние стены толщиной 40 сантиметров. Это на 5 сантиметров больше, чем в типовых многоквартирных домах. Тройной стеклопакет, счетчики на все виды коммунальных услуг, включая отопление. Пожарная сигнализация и интернет есть в каждой квартире. Средства на строительство выделили по специальной областной программе. Несмотря на то, что многие новоселы въедут в свои квартиры уже завтра полноценными собственниками жилья, они станут лишь через 5 лет. В течение этого времени пользоваться жильем они будут по договору специализированного найма. Он запрещает продавать, дарить или обменивать такие квартиры. Довольно часто дети-сироты, лица из числа детей-сирот, которые обеспечивали живыми помещениями за счет средств государства, они лишались этих жилых помещений по разным причинам. Ну, понятно, тут и антисоциальный образ жизни и прочие, и прочие обманы. Все это не исключено. Вот именно с целью защиты в первую очередь их собственных прав все это делается. По данным социальных служб, сегодня в Первоуральске проживает около тысячи детей-сирот. Почти 70 из них сейчас дожидаются своей очереди на получение отдельного жилья. Построить для них еще один дом областные власти планируют в следующем году. Дмитрий Коньков, Александр Захаров. Новости Первоуральск.